всех приветствую на своем канале однажды у меня в комментариях был запрос на обзор моего гардероба обзор гардероба будет в частях и я конечно обещала сначала сделать обзор шарфиков но получилось так что сегодня разбиралась и решила что буду сначала обзор делать вязаных вещей то бишь вязаных платьев или свитеров и кофточек тепленьких таких вот у меня тут платье на мне такое голубое с черной каемкой небольшой рисунок но я приподниму щас не знаю после у полностью видно даже может быть вот тут у меня такой подол вообще платья на самом деле это моей мамы досталось и она у меня тут лежала лежала и разбиралась смотрю платье на померить она такое прикольное думаю если что вот следующий осенью зимой если до куда соберусь то его будут носить периодически вот такая шмоточка у меня ну сзади она я не знаю как вообще делают обзор шмоток в общем не знаю было ли там видно что там общем она такое вот рукава довольно длинная вполне себе шерсть и принципе теплая прикольное такое а это очень теплый колючий свитер ну тоже соответственно шерсть расколючий и он мамин но и она его вязала и все время я его периодически носила очень часто его таскала когда летом тусила в водоклубе в 2004 году это вообще 12 лет назад столько не живут но и ходила просто в этом свитере он такой вот белый такими черными квадратиками прямоугольничками тут тоже вот то же самое только наоборот в общем довольно так хорошо закрывает шею вообще он он очень теплый и я его зимой не ношу просто потому что широкие рукава непонятно под что его одевать у меня не настолько широкие рукава у всяких этих моих шубок и курточек и пальтишек но так вот в принципе может быть куда нибудь еще в нем выползу выкидывает жалко свитер хороший мой его нигде не лопала но он в общем очень теплый и он почти закрывает нижнее полушарие мозг дальше попытаюсь вот так стать казать но и он что спереди что снаружи сзади вот в принципе он такой одинаковый ну и да моя мама вязала очень классно и крючком и спицами ну и шила соответственно рекламу такую делаю посмертно ну и вот этот вот свитер у меня и обзор в принципе вот такой я буду переодеваться в какую-то шмотку снимать ну и соответственно думаю так вот на работа все-таки лучше чем я просто переберу и наведу фотик своими трясущимися лапками буду это снимать отдельно а это мой любимый красный свитер не его подарила тетя лина даутова то бишь тетя мама как ее в детстве звула это мамина лучшая подруга лена вот у него здесь на воротничке кроличек и вот эта штучка тоже с кроличком кроличек конечно крашеный вряд ли бывают кролички красные хотя вот у нас свое время когда я мелкая была дедушка держал кроликов но еще кур держал и в деревне у нас там даже как от коровы как помню не корова бычок какой-то пару раз был но и в общем дедушка выделал шкульки кроликовские мама шила своей сестре шубу еще кому-то там чтобы кататься в общем куча родне делала шубы потом уже и шкурок после смерти мамы сила ее одноклассница мне чтобы тоже такую длинную длинную до 5 практически она такая тяжелая тяжелая и я очень редко ношу на самом деле когда в общем очень холодной зимой только бывает вот в эту зиму я не одевала хотя мне кажется все таки было как-то холодно одно время это я отошла от темы но в общем вот такой у меня красный свитер он полностью красный машинная вязка это те два были вроде как платье то я правда не уверена может быть она тоже машинная вязка была но свитер то был ручной вязки соответственно почему то такой него огромный такой город можно мою всю голову покрыть он красный и но не то чтобы до конца закрывает нижнее полушарие мозга но в принципе может закрыть его и я в нем ездила одно время ну когда училась в педе не помню в каком году кажется с третьего или четвертого курса когда у нас появилась моя преподша тогдашняя по диплом и курсовой конце четвертый курс был вот я как раз у меня это свитер появился я в нем ездила в черных брюках и в этом свитере в общем очень теплый но и он мне нравится и под него можно одеть там какую-то водолазочку а можно одеть на голую тушку вот так вот этот свитер начинала вязать мама но после нашей аварии его довязывала уже другая мамина подруга лена савичева и принципе по ее выкройке все остальное мама в основном шила вещи вязала по бурда модом но и он по-моему тоже стеной в этом свитере очень любила свое время ходить моя сестра младшая двоюродная таня и какое-то время он не даже можно сказать жил потом ко мне вернулся и я его ну какое-то время таскала потом не лежал в шкафу лежит есть не просят у меня каждый сезон когда разбираюсь шмотках я удивляюсь допустим увидела босоножки вау место ки босоножки про них не знала зима вау у меня есть такие сапоги я про них не знала и про юбки и кофты точно также еще по-моему такая же фигня бывает было у моей этой одногруппницы олеськи потому что мы когда-то с ней на шестом на аэрокурсе педа разговаривали на эту тему я его представляешь грудь увидела юбку оказывается нет к юбка если вы у меня такая же фигня я вижу юбку офига себе такая юбка есть но и в общем он такой вот свитер здесь рукава практически вот только на одну четверть еще какой-то рисунок и дальше просто белые а на спине он сейчас я повернусь постараюсь надеюсь будет видно рисунок идет только сверху совсем чуть-чуть но и свитер я не помню какой он по длине ну можно сказать что он чуть-чуть на одну треть закрывает нижнее полушарие мозга и вот он меня слегка покалывает хотя у меня на самом деле под этим всем маечка моя зеленая с злобными птичками ну вот такой свитер сейчас у меня там еще пойдет еще несколько кофты не знаю некоторые может быть все таки попытаюсь заснять просто на видеокамеру ну или как получится а это очень очень колючий шерстяной топик на лето когда холодно ну или на весну когда вроде тепло но еще не так тепло машинная вязка такие штучки не что спереди туда день на рукавах также он в принципе ну можно сказать талию он закрывает ну и сзади он соответственно такой же очень колючий вот такой топик сейчас про него записывал тут видюшку но оказалось что я не до конца нажала на записи меня оказывается я говорил говорил говорила вдруг смотрю меня фотоаппарат потух к отца говорила в камеру а камера была не включена вот такая рассеянная я вся отблот новая смотка эту жилеточку не вязала моя падрочка Екатерина Михайловна которая в мухоморной сказке играла моего папу но если кому интересно может посмотреть это вот моя первая театральная обстановка чисто для меня это все у нас там все любительская но первая любительская театральная обстановка где она играла мою папу у нас мужчина у нас было мужчина не смог, и срочно пришлось заменять, и вот как раз она играла. Ну, и я называю ее Моя Падрочка. Ну, там мы друг другу иногда подарочки всякие дарим, но она мне вяжет всякие прикольные штуки. У меня есть шарфик ею связанный, накидка, которая тоже будет в обзоре, я ее сделаю в обзоре шарфиков. Потом шапочку навязала такую малиновую, ну, и вот эту клевую штучку. Вообще, она ее назвала как-то туника или чем-то таким, и вязала она ее для лета, но она в принципе такая, по-моему, шерстяная, и вот совсем летом жарко, когда в ней, конечно, будет жарко, а так где-нибудь на прохладное лето вполне ничего. Я в ней ездила как раз в Калининград. Ее можно надевать поверх удаласки, можно так нагулотила. В общем, она такая крювенькая. Тут вот так вот сделано как-то. Можно чуть-чуть затянуть, можно чуть-чуть подрастянуть, ну, и, соответственно, там, я надеюсь, было видно. Еще раз представлю. Здесь вот такой маленький поясочек. Вот такая классная штучка. Она мне очень нравится. Вообще, цвет, цветовая гамма моя любимая. Это очередной свитер, связанный мамой. Вообще, у меня там еще один остался. Ну, это, можно сказать, предпоследний свитер, который у меня сохранился тех времен. Я его одно время таскала, одно время не таскала, но, как обычно, лежит, есть не брось. Он однотонный. Такая вот вязка. И, в принципе, он практически закрывает нижнее полушарие мозга. И вот сейчас у меня меньше коля, чем тот вот белый, толстый-толстый. Вот так. Это свитер, который тоже вязала моя мама. У нее был похожий, только более, ну, чуть побольше, немножко чуть другого фасона, но тоже такой же вот вязкой, полуажурный. Вот такой, можно сказать, летний свитер. Я в нем периодически летом шлендаю. И раньше, когда я мелкая была, я его носила. У меня вот здесь вот была маленькая оброшечка в виде божьей коровки. Ну, маман прицепил. У меня где-то она, в принципе, еще лежит, эта оброшечка. Он такой легкий, прозрачный. И даже, по-моему, я в нем куда-то ездила. И тетушка, которая считает, что у меня половину барахла надо выкинуть нафиг. Что я сегодня разбирала. Как раз у меня два пакета набралась. Я завтра буду отдавать эти вещи, так сказать, в помощь бедному может выражать таким языком. Ну и вот этот свитер, это как раз то исключение, которое моя тетушка считает самым хорошим свитером. Типа, куда-нибудь я не еду, собираюсь, я на волке. А у тебя есть же такой белый свитер, хороший, красивый, возьми его, одень его. А я всегда, ой, что у меня за свитер, а у меня есть такой свитер. Ну и он, в общем, так же сейчас приподнимусь. Ну, в общем, он практически закрывает нижнее полушарие мозга. Он что спереди, что сзади одинаковый, я поворачиваться даже не буду, потому что то же самое все. Ну и, я не знаю, сейчас у меня там уже пойдут, наверное, свитера так, и какие-то еще несколько платьев вязаных. Это очередной подарок от Лены Даутовой, маминой подруги, тетя-мама, которая, и свитер, под который я обычно одеваю какую-нибудь белую маечку, потому что мой бюст оставляет желать лучшего, в принципе, говоря таким откровенным языком. и, как бы, вырез очень большой для меня. Сейчас, конечно, я не стала запариваться с этими маечками, в принципе, потому что, что, я особо никуда не иду. Он довольно длинный, вообще люблю, в принципе, такие длинные шмоточки, и рукава у него тоже длинные. Если замерз, можно погреть ручки. Я не знаю, камера правильно передастся, ли цвет или нет, но он такой ближе все-таки к малиновому. Ну, и он не то, чтобы платье, не то, что туника, но нижнее полушарие мозга он вполне хорошо закрывает. Конечно, в нем никуда, вот в таком виде просто, допустим, в каких-нибудь леггинсах. Хотя, может быть, с леггинсами его можно вполне надеть, но вот с колготками то тоже будет какой-то совсем полный фрик. Даже не фрик, а извращение. Ну, и сзади там просто закрыта такая спина. И у меня действительно буквально остается там пара платьев. Есть какие-то такие все-таки теплые платья, тонкая шерсть, но я решила, что это все-таки ближе к водолазкам, потому что вот видно, где есть платье вязаное, а есть где просто теплая такая ткань. И поэтому, я думаю, сделаю просто отдельный обзор с этими шмотками. Среднее платье, так сказать. Платье, в котором, как мне кажется, я уже выходила на камеру. Это тоже подарок от Лены, маминой подруги. Та, которая у меня иногда заказывает Эйвон. Почему он с такими блестяшками так вот? Не то, что было, но... Ну, где-то до середины колена, наверное. Вполне себе такое нормальное платье, теплое. Есть, конечно, у меня совсем теплое. Я его покупала когда-то. Была такая очень холодная, сильная зима, и покупала его специально на сессию. Но вот это примерно того же времени. Может, ему года 4 или 5, я уж точно не помню. Но вполне себе теплое. Его можно и зимой поносить, когда не слишком такой дубак. Можно и когда вот, в принципе... Я думаю, даже сейчас можно носить его. Но я чуть пока не пробовала его так в чистом виде без всего носить. Хотя я сегодня уже выходила в своей чуть полегче курточке-косушке. Там замша и какая-то такая волосатая животная. Фиг знает, я у них не очень понимаю. Ну, в общем, какая-то такая однотканевая тряпочка. Уже совсем на тепло. Как раз на маечку одевал вполне так. Не холодно было, не холодно, не жарко. И ворс у него так закрывается. Если кому будет интересно, то могу, в принципе, заснять эти еще пока не убранные курточки. Хотя я сегодня в основном большую часть теплых вещей, вот верхняя одежда, уже брала туда, куда убираю обычно антресоли до следующей зимы, так сказать. Вот еще туника, которая вроде, и не туника, как мне в комментариях сказали, что больше похожа на свитер. Мне на день рождения дарила Лена, та, которая вот платье предыдущее подарила. Но она мне много всяких шмоток дарит. Она как мама угадывает, вот что мне нужно и что я хочу. Ну, в общем, кажется, это производство Турции. Тут бантики такие, кто не видел. Нижнее полушарие мозга она полностью закрывает. Ну, только что разрезы по бокам. И, в принципе, с леггинсами, я думаю, вполне нормально можно носить. Я даже думаю, вот его выползти куда-нибудь тут на улицу прямо в нем. Ну, только пока вот еще вроде сомневаюсь. Там в джинсах прямо в нем пойти. И, может быть, завтра, когда понесу вещи сдавать, то, может быть, и отдавать, то, может быть, и его одену как раз. Там в прямом смысле осталось буквально платье и такой еще вязанный топик, который мне вязала моя троюродная тетка. Но она вязала как-то, не знаю, хоть она и мерила меня, раз несколько дней постоянно мучила. Но в результате мне его потом чуть-чуть переделала уже Женечка, которая меня одно время стригла. Вот это то самое теплое платье, что я покупала для сессии серое. Вообще, когда я покупала, было написано, что делал на Белоруссии. Уж не знаю, насколько оно было белорусским. Там еще был серый пояс, но он приказал долго жить. Точнее, сломался, в одном месте порвался, и я его выкинула. Я его в этом году, этой зимой, не одевала. Но я думаю, что у меня там есть один пояс. Я покупала специально кожаный для джинсов. Потому что, в принципе, по цветовой гамме, он, я думаю, и платье к этому подойдет. Оно чуть покороче, чем то, которое мне дарил Грищук. То бишь, Лена Давутова вообще Грищук, это девичья фамилия. Ну, по-семейному так, по-умолчанию называю я. Вот оно. Тут вроде как это такой юбочкой. И оно действительно очень теплое. И в ту зиму холодную, когда я ездила на сессию в Пиетто, ну, меня его хорошо так спасло. Вот такое платье. Там, не знаю, вроде рисунка особо такого нету. Ну, машинная вязка. Что-то стоило оно тогда прилично. Вообще, я шмотки очень редко сама покупаю вживую, там, на каких-нибудь рынках, магазинах. Если покупаю, то в последнее время на каких-нибудь сайтах методом тыка попадет, не попадет. Сейчас все попадает. Ну, и сейчас будет последний самый топик. Самая маленькая записнушка. Ну, и последняя вещь в моем обзоре, это вот этот желтый топик. Очень толстый вязкий, тугой. Дело моей тюзшкой. Вообще-то, должен был быть свитер в три четверти рукава. Но она как-то очень так связала, что даже рукава нельзя было одеть. Не знаю, что у нее там, кто ей наступил на руку. В принципе, она так неплохо вязала. Что вяжут вообще. Ну, и я отдала потом Женьке, она чуть-чуть распустила. Там вот, отвязала рукава. Рукава вообще были как-то пришиты по-чудному. Ну, да, не суть. Но, что она мне сделала? Такие красные ленточки. Вот здесь. По бокам можно так вот, ну, растянуть. Чтобы можно было влезти и вылезти. И так же сбоку с этого. Он где-то у меня до талии. Чуть-чуть длиннее талии. Ну, допустим, если джинсы с заниженной талией, то уже будет кусочек кожи видно. И он, в принципе, довольно теплый. Летом в нем особо так не походишь. Но весной, я думаю, так вот, когда солнышко светит и днем вот куда-то вылезти, и куртку там на руку положил или вообще не взял, то в нем, в принципе, можно перемещаться. Ну, такой желтый, солнечный. Вообще, вязка довольно красивая. Я выбирала специальный рисунок, нитки покупала заранее. Ну, и так вот гибридик такой получился. Не свитерок, получился топик. Это вот у меня такая последняя шмоточка. Ну, и если вы досмотрели до конца мой обзор, который у меня будет состоять из маленьких видюжек, которые я сшиваю на ютубе, и если он был вам полезен, и все-таки раз был запрос какой-то, один вопрос, запрос вот за это на мою одежду, на мой гардероб, то, наверное, все-таки кому-то он действительно был полезен. Это видео, наверное, был интересен, я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, и если вдруг будут какие-то еще пожелания, я не знаю, я там эти шарфики пообещала заснять, не знаю, стоит ли снимать верхнюю одежду. Брюк у меня, как я сегодня разобралась, вообще, казалось, минимальное количество. Если не сказать, почти ничего нет. Я даже думаю уже несколько шмоток посмотреть на сайтах, вообще посмотреть одежду, потому что у нас в магазинах особо ничего путного нету. Или что-то такое, что я даже за даром бы такое не взяла. Ну, в общем, всем хорошим настроением, ставьте комменты. Пишите, точнее, комменты, ставьте лайки, туда и обратно, лайки, дизлайки. И, в принципе, дизлайки – это тоже мнение. Так что я против них ничего не имею. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока.